Понимаете, мое внимание постоянно находится на вас, оно постоянно наблюдает за вами. Как мне становится известно все, благодаря тому, что мое внимание глобальное. Поэтому, когда с вами что-либо происходит, когда случается какое-либо расстройство, когда имеет место какое-либо отклонение, мое внимание направляется туда. Немедленно мне становится известно, что это что-то не так. Я же не знаю, как мое внимание достигает этих определенных мест, но в результате их жизнь становится лучше. И оно помогает тем людям, которым оно необходимо. Я не делаю ничего в отношении этого внимания, но это внимание является мудростью, мудростью, которая распространяется повсюду. Благодаря этой мудрости вы знаете, что не так с другим человеком, либо с любой другой организацией, входящей в сахаджа-йогу. Становится известным все. Если вы хотите знать, то это что-то другое. Здесь же вы просто знаете, как будто одновременно вы находитесь всюду. Например, если вам нужно позвонить, вы должны воспользоваться телефоном. Мне же не нужно упользоваться, я просто знаю, так что это исходит из чистой, невинной мудрости, присущей ребенку. Она находится всюду. Она вступает в связь и говорит, в чем дело, в чем проблема. В сахаджа-йоге были изучены многие, многие люди. Если они спросят меня, «Мать, как мы исцелились? Что вы сделали? Видели ли вы наши чакры? Обнаружили ли вы, что не в порядке у нас? Нет, я не делала это». Но в своей мудрости я предоставила Парам Чайтане выполнить эту работу. Это главный вопрос. Можете ли вы в своей мудрости оставить все Парам Чайтане? Если вы не можете этого сделать, тогда вы еще не почувствовали настоящего знания внутри себя. Таков уровень некоторых людей. Я сейчас не столь уверен в том, что все, кто получили реализацию, так уж наполнены чистым знанием. Некоторые, да, но не все. Они учатся на своем опыте. Они учатся, встречаясь с людьми. Но мудрость, чистая мудрость, труднодоступна им, потому что они не положились полностью на Парам Чайтане. Что бы ни происходило, Парам Чайтане знает, она понимает, она организует, она любит, она делает все. Все. Это и есть энергия. Она делает все. И как она справляется с этой работой? Как то, что мы называем совпадениями, в действительности организуется Парам Чайтане? Как я привела вам пример вчерашнего дождя? Он пришел и ушел. У него есть мудрость. У него есть врожденное знание, что я сижу здесь, что должна начаться программа, и он останавливается. Цветы знают меня. Вы не знаете, но когда мы приобрели, они не были такими большими. Я ничего не делал с ними, но они стали расти, расти, распустили, став такими, какими вы сейчас видите. Можно задать вопрос, мать, откуда они знают? Потому что они естественны. Мы же неестественны. Мы приняли так много искусственных вещей, которые теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни. Существует их великое разнообразие, но все это не является необходимым. Все эти глупые практики, которые мы приняли, иногда не дают нам приблизиться к чистому знанию. Когда нет чистого знания, нам не известно ничего из того, что происходит. Мы просто пугаемся из-за каких-то мелочей, расстраиваемся из-за чего-то. И это очень удивительно видеть, как сахаджа-йоги расстраиваются. Предположим, есть сто человек, среди которых существует какая-то проблема. Если мы сахаджа-йоги, мы должны только лишь наблюдать и видеть их. Если же мы не можем этого делать, тогда мы не сахаджа-йоги. Но это не какая-то практика, когда, скажем, если вам нужно получить благословение от Шивы, вам предписывается сто восемь раз произнести его имя. Так не годится делать. Ему не нравится это. Понимаете, никому не нравится такого рода причитание. Если кто-то придет и будет постоянно у вашей двери произносить ваше имя, вы прогоните его. Итак, это неприемлемый способ. Это неправильное отношение, когда вы постоянно произносите чье-то имя с тем, чтобы это божество помогло вам. Прежде всего, вам надлежит стать достаточно мудрыми для того, чтобы понять, что вы являетесь неотъемлемой частью Парам Чайтани. И этим будет сделано все. Это понимание приносит такие прекрасные результаты. Конечно, некоторым людям приходится тяжело. Я не говорю, что у них не будет этих трудностей, но это не трудности, потому что если вы едины с Парам Чайтани, и вы знаете, что это она делает вашу работу, тогда вы не испытываете той тяжести или той болезненности или чего-либо иного. Я не знаю, что сказать всем тем людям, по причинам одного. Верите ли вы в Парам Чайтанию? Она знает. Она знает, что нужно делать. Она знает, что необходимо исправить. Она знает, что нужно сказать. Понимаете, она может создавать поэзию, она может создавать музыку, она может создавать все. Но оставляете ли вы все Парам Чайтани? Это второй момент, касающийся мудрости. Есть ли у вас мудрость, чтобы оставить все Парам Чайтани? Убедившись, где способности этого также и на практике. Был случай с одной женщиной, ехавшей в своей машине и обнаружившей, что у нее отказали тормоза, и не знавши, что ей делать дальше, когда у нее больше не работают тормоза. Это произошло в Германии. Соседние машины ехали очень быстро, и она не знала, что ей делать. Она положила голову на руль и сказала, «Я оставляю это Парам Чайтани». В действительности, она сказала, что оставляет это мне, но это одно и то же. Что же произошло, когда она сказала это? Она говорит, «Мать, я не знаю, что произошло. Когда я подняла голову и обнаружила, что моя машина оказалась на той полосе дороги, на которой не было никакого движения. Все машины проносились мимо, но каким-то образом моя машина оказалась перенесенной туда очень легко какой-то силой». Так что мудрость лежит в понимании работы Парам Чайтани, в понимании того, как она направляет вас, как она помогает вам, как она предохраняет вас. Как, полагаясь на Парам Чайтанию, вы можете продолжать жить очень счастливо. Я думаю, что в сахаджа-йоге мы утратили очень мало сахаджа-йогов. Они живут долго, они не умирают. И если вы поинтересуетесь их опытом, вы будете очень удивлены тем, как это получается. Если же они не хотят жить, они могут уйти. Но если они хотят жить, тогда Парам Чайтани берет дело в свои руки, и они могут долго жить. Но долго жить не означает, что вы постоянно беспокоите себя тем, что вы будете делать со своими деньгами, как вы будете жить, каков будет источник ваших доходов. Если все эти бессмысленные беспокойства будут у вас, тогда Парам Чайтания скажет, «Хорошо, беспокойся и дальше». Если ты постоянно беспокоишься, что же, продолжай беспокоиться, тогда не имеет значения то, что произойдет. Чему надлежит быть, то и произойдет. Но Парам Чайтания может вмешиваться в ход событий в том случае, если вы оставляете все ей. Люди часто говорят, «Оставь это Богу, предоставь это Богу». Но я не знаю, кого они имеют в виду под словом «Бог». «Бог» здесь означает «Парам Чайтания». «Бог» означает «Божественная сила, которая делает всю работу». Итак, мы можем увидеть мудрость еще под одним углом. А именно, мы должны понять, что буквально каждая частичка этого мира была создана Божественной силой. Божественной силой, и что эта частица и все остальные частицы находятся под полным управлением и контролем Парам Чайтани. Ничто не сдвинется с места до тех пор, пока Парам Чайтани не приложат к этому свою работу. Все так глобально связано, так хорошо организовано, что люди даже не могут осознать, что они делают, и что им нужно было делать. Вы обнаруживаете, что что-то происходит, и масштабы этих событий самые разные. Предположим, сейчас что-то происходит в Америке. Просто попытайтесь определить, что сделала Америка другим странам. Немедленно вы получите ответ. Но также Парам Чайтанья берет на себя полную заботу о людях, которые верят в нее, которые все отдают в ее руки. Мы полагаемся на полицию, на врачей, на гражданских служащих, на гражданских специалистов, ожидая от них каких-то действий. Но они могут ошибаться. Они могут создавать проблемы. Предоставив же право действовать Парам Чайтани, результаты будут просто замечательными. Я видела, как в течение всей моей жизни она работала на меня. Я строила дом в Пуне. И нам надо было зацементировать площадку, очень большую площадку, для чего требовалось приблизительно 300 мешков цемента. Я приобрела цемент и наняла людей. Они сказали, нужно начать работу рано утром, а окончена она будет следующим утром, то есть через 24 часа. Я сказала, хорошо. Примерно в 5 часов вечера я сказала, пойдемте туда, работа уже окончена. Откуда вы знаете? Я знаю, давайте пойдем и посмотрим. Представьте себе работу, которую они должны были закончить еще через 12 часов, уже была выполнена, и все рабочие ходили вокруг без дела. Все говорили, мать, это чудо. Как можно было за такое короткое время зацементировать такую большую площадку? Я ответила им так, чтобы они смогли понять, должно быть, это Хануман проделал эту работу. Но все эти божества являются неотъемлемой частью Парамчейка. Сегодня вы поклоняетесь матери. Поклонение матери должно быть самым большим, потому что все эти божества и все остальные божественные силы, это ее дети. Они выполняют ее команды, ее желания. Поклонение матери хорошо отображает история с Ганешей, которую вы знаете. Его мать сказала, тот, кто три раза обогнет мать землю, получит от меня подарок. Так, Шри Ганеша в своей мудрости подумал, кто более велик по сравнению с моей матерью? Никто. Потому что он знал, что не сможет победить своего брата, транспортным средством которого был павлин. Он задумался, как же мне обогнуть ее и победить своего соперника. Самое лучшее – прибегнуть к мудрости. Моя мать более великая, чем что-либо еще. Поэтому он объехал три раза вокруг своей матери и получил приз, в то время как его брат все еще летал. А когда он вернулся, то обнаружил, что подарок его уже потеря. Поэтому я скажу вам вновь и вновь, вам помогает мудрость, мудрость предоставить все Парамчайтане. А это что-то такое, что очень тяжело понять современному человеку. Он не может вычислить, сколько будет дважды два, здесь он так плох из-за этих компьютеров и тому подобных вещей. Он абсолютно безнадежен, что касается каких-либо математических расчетов. Я должна сказать, что не знаю, как обращаться с компьютерами или калькулятором. Но если вы спросите меня, сколько будет в результате какой-то математической операции, я отвечу – столько-то. И ответ будет точным. Я так уверена в этом. Уверена в том, что ответ может быть только таким, но никаким более. И у меня это всегда получается. Конечно, иногда, если я хочу преднамеренно исказить результат, чтобы ввести в заблуждение человека, я могу сказать что-то неточное. Но обычно я знаю точный результат. Я знаю его не так, как обычно знают люди. Я просто знаю и все. Просто знаю. Я не говорю, что вы выработаете свое знание до такого уровня, что также сможете делать это. Но это вопрос вашей мудрости. Если вы начнете пользоваться своей мудростью, она всегда пригодится вам. Что бы вы ни делаете, думайте о мудрости. Вот мой совет вам, как ваша мать любит весь мир, любит всех вас и заботится о тех, кто еще не получил реализацию. Так же и вы должны стараться создать больше людей для Сахаджа Йорь. Но если при этом вы начнете вести себя так, что постоянно будете говорить, «Ты блокируешься здесь, ты пхут, ты это, ты то», то вы должны знать, что я никогда никому, никому не говорю ничего подобного. Поэтому вы не должны говорить таких слов. В этом нет любви, нет понимания. Понимание того, что вы были точно такими же, как и этот человек, а сейчас у вас есть знания. Поэтому вы должны использовать свои знания для того, чтобы исправить этого человека, а не для того, чтобы унизить его. И это исправление происходит не на словесном уровне. Только лишь посредством ваших вибраций вы можете исправить другого человека. Я видела, что иногда работа Сахаджа Йорьки большей частью останавливается из-за того, что мы слишком методичны, мы превращаемся в великих учителей, начинаем рассказывать истории людям, а затем им это надоедает. Поэтому, как я сказала, когда вы имеете дело с другими людьми, вы должны распространять знания. Это очень важно. Мы не можем его хранить только для самих себя. Но нельзя делать это ради честолюбия, ради лидерства, ради какого-либо признания. Мы должны использовать свою мудрость, свое знание, потому что мы хотим помочь другим, из-за их них, а не для какого-либо признания, какого-либо положения, ничего такого. Мы хотим делать это только лишь потому, что мы любим. И я уверен, что это будет работать очень эффективно. И тот или те, кому вы поможете, будут обязаны вам, потому что они найдут истинное знание. Но, предположим, к вам приходит кто-то и говорит, «Я знаю, что такое истинное знание». Вы говорите, «Возможно, и знаете». Но мне нужно выяснить, что вы знаете. Когда вы скажете ему это, он прочитает вам большую лекцию. Но вы просто улыбнётесь и скажете, «Нет, это не то». Истинное знание — это неотъемлемая часть вашего существа. Оно находится в вас. Оно не есть. Какая-то конкретная информация, которую вы получили в результате чтения или достигнутого вами понимания, осталась ведом вас. И у вас есть этот свет. Чтобы он был... Вам нет необходимости быть высокообразованным или очень умным, или высокопоставленным человеком. Нет необходимости. Важно то, сколь чистое у вас сердце. Оно находится в сердце. Представьте себе, всё остальное знание находится в мозгу, в то время как чистое знание находится в сердце. Очень удивительно. Мы не знаем также и того, что фактически сердце управляет нашей головой. Вокруг сердца имеется семь аур, которые контролируют наш мозг. Таким образом, что мы действуем так, как того желает Парамчайтанья. До тех пор, пока ваше сердце не станет чистым. До тех пор, пока в вашем сердце не появится прекрасный образ очень чистой личности. Вы не сможете ничего делать, пребывая только на ментальном уровне. А если правит ваше сердце, тогда оно должно быть очень чистым и чрезвычайно мудрым. Вот вопрос, который вы должны задать себе. Является ли ваше сердце мудрым? Например, чрезмерная привязанность к кому-то. Отождествление с кем-то показывает, что ваше сердце нечистое. У него так много привязанностей. Откройте свое сердце полностью. Вот почему говорят, что богиня пребывает в сердце, в центральном сердце. Она пребывает в центральном сердце, поскольку она столь сбалансирована. Она пребывает в центральном сердце, как шакти. И она дает вам все, чего вы хотите. Она устанавливается внутри вас, как вам известно, и шлоки, в различных формах. Как знания. Как память. Как сон. А также Как иллюзия, Бхранти. Она та, кто вводит нас в иллюзию, потому что мы еще не являемся вполне совершенными. Мы должны стать парипаквами, что означает совершенно зрелыми. До тех пор, пока мы не станем зрелыми, сама мать вводит нас в иллюзии и играет с нами с тем, чтобы мы научились быть мудрыми. Поэтому нужно понимать, что она играет с вами. И вам нужно стараться проявлять большую осторожность, чтобы не впасть в ее майя. Потому что, если она помещает вас в майю, вы будете постоянно ходить кругами и не достигнете ничего. Так что, эта сила Бхранти также очень важна. Это иллюзия, или же драма, которую она создает, выявляет вашу глупость, которую может удалить этот Бхранти, который она создает. Эта сила Бхранти существует из-за того, какими являются люди, из-за того, что они не понимают, если им прямо говорить о чем-то. Поэтому ей нужно ходить и ходить кругами вокруг них, пока они не достигнут понимания того, что эта игра матери вывела их на этот берег мудрости. Поэтому нам важно понимать, что Парам Чайтами сделала так много для нас. Наша Мать сделала так много для нас. Что же мы сами собираемся делать для того, чтобы полностью просветить и развить все те силы, которые она дала нам? Что мы сделали до сих пор? Здесь не нужно предпринимать никаких действий как таковых. Нужно лишь выработать глубокую преданность, глубокое понимание. И эта глубина достижима, абсолютно достижима, потому что сейчас вы находитесь на пути к своему совершенству. Итак, сегодня, в Кабелле, последнее в этом году пуджа, я хочу сказать вам, как мать, вы все должны полагаться на Парам Чайтами. Это очень важно. Также у многих есть привычка отвинять в чем-то другим. Как «я заблокировался из-за этого человека», «я заблокировался из-за того человека». Вы блокируетесь только лишь из-за самого себя. Все такие представления не принесут вам пользы. Открыто смотрите на самого себя. И открывайте себя. Вы должны сделать себя совершенными. Это жизненно важно, потому что в это решающее время люди считают, что должно произойти что-то великое. Я не знаю, но по ним 2000-й год будет каким-то великим годом. Но все это созданные человеком цифры, 2000 лет, 3000 лет. Но поскольку я была предсказана многими людьми, возможно, благодаря вашему пониманию и вашей мудрости, я уверена, что что-то великое может произойти в этом мире и, возможно, будет достигнут должный уровень понимания духовности. Потому что это последний суд, и в этом последнем суде вы должны играть весьма жизненную роль, которую, я уверена, вы можете сыграть, если решите достичь чего-то ради своего же будущего. Да благословит вас Бог!